Личный кабинет застрахованного лица – это пока пилотный проект, и работает он лишь в 17 регионах страны. С 1 января на официальном сайте Пенсионного фонда России запущен обновленный сервис. Презентации уже начались. Первая, рассчитанная для специалистов Кубани, в режиме видеоконференции, состоялась и в Сочинском отделении Пенсионного фонда. Доступ к сайту можно получить, зарегистрировавшись на сайте госуслуг. Информации для пенсионеров здесь нет. Все собранные материалы в личном кабинете лишь для граждан до пенсионного возраста. На электронном сервисе можно узнать количество своих пенсионных баллов, а также сведения о длительности стажа в местах работы. В открытом доступе и информация о размере страховых взносов, которые в разное время работодатели перечисляли за своих работников. А это, как известно, ключевые параметры, влияющие на размер будущей страховой пенсии. Можно посмотреть, проверить. В случае, если найдены ошибки, обратиться к работодателю для того, чтобы эти ошибки устранить своевременно. То есть в режиме реального времени любой гражданин может посмотреть, какие пенсионные права ему уже обеспечены, какое количество баллов уже начислено. В случае, если с чем-то не согласен, он может либо через работодателя исправить эти ошибки, либо обратиться к нам в пенсионный фонд. Для удобства предусмотрено в личном кабинете и функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина. Имеются в виду так называемые письма счастья. Можно на электронном сервисе воспользоваться и усовершенствованной версией уже известного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года калькулятор стал персональным и стал учитывать уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. В течение всего нынешнего года будет совершенствоваться и сам сайт пенсионного фонда. Появятся новые электронные сервисы. Совсем скоро заявление о назначении пенсии можно будет подавать в электронном виде. Новая технология также позволит бесконтактным способом назначать пенсию. Поэтому будущему пенсионеру даже не нужно будет приходить на прием в пенсионный фонд. Инга Кобейшая, Дима Даниловский, телекомпания ФКТ.